Военное обозрение России нужны стилсы. Вчера, 6 часов России нужны стилсы. Полдень, хивек. Но кое-кто продолжает упорно отрицать роль современных технологий. Особенно если разговор касается зарубежных образцов военной техники. Особенно если они, стилс. Тогда, ух, дискуссия будет горячей. Впрочем, обжечься об эту тему уже не так опасно, как раньше. В настоящее время на вооружение ВС России поступает целое поколение современной техники, в чьей конструкции присутствует та самая технология стилс. Данный материал представляет разбор статьи о непобедимых стилсах, не так давно опубликованной на страницах одного популярного интернет-ресурса. По моему мнению, та статья изобилует различными неточностями и в целом имеет неверный посыл, направленный на недооценку роли технологии стилс в современном бою. Стилс – не невидимость для радаров, стилс – лишь малая заметность. Русское слово «невидимка» было придумано русскоязычными СМИ. За рубежом стилс так и остался стиалт, что в переводе значит «тайна», «скрытно». Неясно, для чего автор взял слово «малое» в кавычки. Эффект снижения заметности существует и доказано практике. О том, насколько он мал, мы можем судить по приведенным ниже фактам. Стилс прекрасно виден в оптическом диапазоне – ближний миг, дальний миг. Вот уже 50 лет главным и основным средством обнаружения воздушных целей является радар. Малое затухание электромагнитных волн в атмосфере позволяет получать большие дальности обнаружения при любых погодных условиях. Автор намеренно лукавит, переключая внимание читателя на оптические их диапазоны, хотя с таким же успехом можно заявить о заметности стилса в ультрафиолете. Оторвите на секунду взгляд от вашего монитора и посмотрите из глубины комнаты на окно. Там на окне сидит муха. Едва заметная точка на стекле. Вот так видит пилот-вражеский истребитель с расстояния в 5 километров. В целом век радиолокации и сверхзвуковых скоростей на больших, и даже средних, дистанциях полагаться на видимый диапазон бесполезно. Оптика помогла лишь однажды. Наиболее внятная из всех версий уничтожения. F-117 над Белградом является применение оптического канала наведения. Зенитчики случайно увидели обнаглевший стилс, летевший ниже облаков, и успели пустить ракету. На это указывают как характеристики самого ЗРКС-125, телевизионный визир Карат-2, так и показания самих участников инцидента. Командира батареи Золтана Дани и пилота сбитого Найтхоука Дейла Зилка, был сбит, когда пробил нижний край облаков. Больше удача не повторялась. Хотя, по данным НАТО, неуклюжие стилсы первого поколения совершили свыше 700 боевых вылетов над Югославией. Пилотам современных СУ помогает оптика локационная станция, Альц, но данный прием все также ориентирован на ближний воздушный бой. Притом технологии тоже не стоят на месте. Существуют проверенные способы уменьшения эксигнатуры самолета, смешения выхлопных газов с холодным воздухом. Обратите внимание на плоские сопла двигателей F-22 или кормовую часть стилс-бомбардировщиков F-117 и P-2. Она спроектирована таким образом, чтобы исключить возможность заглянуть в сопла двигателя из нижней полусферы. Впрочем, суть не в этом. На средних и больших дистанциях главным и единственным средством обнаружения остается радиолокатор. Именно поэтому стилсы имеют такие орубленные формы и множество параллельных кромок и ребер. Справедливое наблюдение. Параллельность граней и кромок – основа современной стилс-технологии. Наряду с требованием внутренней подвески вооружений, маскировкой лопаток компрессора двигателя, изогнутые каналы воздухозаборников, радар-блокеры, исключением выступающих деталей на поверхности фюзеляжа и крыла, антенн, датчиков, ПВД, установкой беспереплетного фонаря кабины, повышением качества сборки, применением крупуногабаритных панелей сложной формы и уменьшением зазоров между стыками панелей обшивки, пилообразными формами краев отверстий, а также вспомогательными мерами в виде феромагнитных красок и радиопоглощающих покрытий. Точка чтобы быть обнаруженным неким гипотетическим радаром не на расстоянии 400 километров, а лишь на 40 километров, самолет должен рассеивать отраженный сигнал в 10 тысячах раз меньше, и опробычных истребителей оценивают величиной порядка 10 квадратных метров. По оценкам наших специалистов, ЭАПРФ-22 должна быть на уровне 0,3 кВ. М, то есть лишь в 300 раз меньше, а никак не в 10 тысячах, немного поможем уважаемому автору в арифметике. Деление 10 на 0,3 даст 30. Дальность обнаружения цели RL зависит от мощности генератора, коэффициента направленного действия антенны, площади антенны, чувствительности приемника и ЭАПР-цели. Далее, пользуясь основным уравнением радиолокации, нетрудно установить, что уменьшение ЭАПРФ-30 раз даст примерно в 2,3 раза за меньшую дальность обнаружения стелса по сравнению с обычным истребителем. А это уже грозит катастрофой. Воздушное патрулирование с применением лишь радаров самих истребителей, облучающих заданный район со многих рекурсов, многократно повышает риск обнаружения. Именно поэтому в боевых условиях так никто не делает. Обнаружение воздушных целей возложено на самолет дальнего радиолокационного обнаружения, АВАКС, в то время как БРЛС самих истребителей включаются лишь в момент атаки. Для обнаружения стелса АВАКС будет вынужден пойти на сближение с противником. Это противоречит самой концепции АВАКСа, который должен контролировать воздушное пространство, находясь на удалении в сотне километров, вне зоны действия авиации противника. F-22 в скрытом режиме радиоуменьшенной заметности должен сам становиться практически слепым и глухим. Режим полного радиомолчания, радар отключен и спрятан, даже радиосигнал нельзя просто так принять, потому что для этого надо выставить хоть какие-то антенны, которые тут же начнут рассеивать сигнал. Единственный вариант – какой-нибудь односторонний спутниковый канал связи. Когда принимающие устройства смотрят вверх, в космос, все так и есть. Истребители стараются не включать своих БРЛС, обнаружение и целеуказание идет с АВАКСа через спутник. На ударном F-117 радар отшествовал как и таковой. В полете над территорией противника пилот ночного ястреба отключал даже радиовысотомер. Только пассивные средства сбора информации, радиоперехват, тепловизоры, данные. GPS. Как говорится, ну-ну. Что будет СЭПР-F-22 при боковой или вовсе многоракурсной подсветке, что там у него вообще СЭПР в проекциях, отличных от фронтальной, то великая государственная тайна США. Лучше всего хранит тайну тот, кто ее не знает, но в случае с РЭПТОРом все написано на его фюзеляже. Даже не вдаваясь в расчеты, ЭПР-F-22 и ПАКФА должна быть в десятки раз ниже, чем у истребителей четвертого поколения. Подробности в абзаце о параллельности граней и кромок. В любой из выбранных проекций. При том, пометуя его меньшей заметности, у малозаметного истребителя гораздо больше шансов занять выгодное положение для атаки, чем у обычного истребителя. Выйти во фланг стелсу будет непросто. Например, N-035 Irbis, радар Су-35С. Цель СЭПР 0.01 КВ.М. Он обнаруживает на расстоянии 90 километров. Источником этих данных является проверенный ресурс Википедия, а дальнейшая ссылка на сайт НИПИМ. В.В. Тихомирова подтверждает все, кроме данных о цели СЭПР 0.01 КВ.М. Раз игра пошла не по правилам, что нам мешает привести данные из другого проверенного источника, обнаружение воздушных целей в зависимости от их ЭПР и расстояния, в морских милях. Наилучшие характеристики среди представленных радаров демонстрирует станция M-slash APG-77, радар истребителя Рептор. Но даже она, по мнению самих же Янки, может различить цель СЭПР 0.01 КВ. M на расстоянии не более 50 километров. А цель СЭПР 0.3 КВ.М. Не более 100 километров. Наконец, надо понимать, что БРЛС-истребитель АНИ является всевидящим оком в силу ограниченных размеров антенны, чья апертура, диаметр, не превышает 1 метра. Что может увидеть эта крошка, когда даже громадные антенны ЗРК С-400 различают цель типа истребитель на дальность, а не более 400 километров? Может быть, что-то и увидят. Но рекламные буклеты никогда не скажут, в каком секторе обеспечивается максимальная дальность обнаружения Эрбиса. По одной из версий, в зоне обзора 17,3 Х-17, 3 градуса, то есть 300 КВ. Град. И каково время для накопления данных, за которое процессор БРЛС сможет определить нахождение цели в выбранном участке неба с вероятностью 90%. А ведь именно это в конечном итоге определяет возможности радаров в реальных условиях. Наземные РЛС не ограничены жестко ни размерами, ни количеством антен, ни мощностью, ни, как следствие, сантиметровым диапазоном длин волн. Для волн метрового диапазона, что стелс, что не стелс, все едино. Очередная апелляция к диапазонам электромагнитного спектра с расчетом на доверчивых обывателей. Шутка в том, что абсолютно все РЛС, входящие в состав зенитных ракетных комплексов, С-3400, и Джис, Патриот, работают в диапазоне сантиметровых и дециметровых волн. РЛС метрового диапазона давно сняты с вооружения даже в странах третьего мира. Нелюбовь военных к подобным радарам объяснима. Такой радар не способен сформировать узконаправленные лучи и вследствие этого обладает низкой разрешающей способностью. Вторая неизлечимая болезнь метровых РЛС – громадные габариты антенны. Исключение лишь подтверждает общее правило. На вооружение российской армии принят межвидовой радиолокационный комплекс 55G6M «Небо», в составе которого имеется модуль с РЛС метрового диапазона – РЛММ. Увы, данный комплекс не предназначен для использования в составе зенитно-ракетных комплексов и служит лишь для контроля за воздушным движением. Стоит обратить внимание, что в составе ЗРК используются как минимум два радиолокатора. В зависимости от уровня тех. Развития и выбранного метода управления, на ведение необходима обзорная станция, иногда многофункциональная, способная программировать автопилоты выпущенных ракет, и РЛС управления огнем, подсвечивающая цель. В крайнем случае используется схема «Выстрелил и забыл», когда ЗУР оснащена активной радиолокационной ГСН, самостоятельно подсвечивающей свою цель. Разумеется, ни о каких радарах метрового диапазона не может идти и речи. Носовой обтекатель F-22 в скрытом режиме не должен быть радиопрозрачным, чтобы не нарушать геометрию отражающих поверхностей самолета. Но если хочется хотя бы пассивно подглядеть радаром окружающий эфир, придется сделать обтекатель радиопрозрачным, иначе и радар если и сможет излучить через него сигнал, то принять обратно точно ничего не сможет. Беда. Беда. Уважаемый автор не слыхала частот на селективных поверхностях. Единственная дальнобойная ракета в вооружении F-22, ЭН-120С. Ее дальность 50-70 километров. Уже опасное расстояние даже в стелс-режиме. В новых модификациях заявляют около 100 километров. Управляемая ракета средней, большой дальности. ЭН-120. ЭН-1. Модификация С-7 обладает МАКС. Дальностью пуска 120 километров. Принято на вооружение 11 лет назад. Более новая модификация Д имеет дальность пуска 180 километров. Можно, конечно, упереться рогами и заявить, что инженеры Рейтион ничего не смыслит в ракетах. Но именно такие цифры транслируют все источники. Приведенные автором данные о 50-70 километров относятся к ранним модификациям. АМРАН. Родом из 80-х ГГ. До цели она летит по памяти, с помощью инерциальной системы наведения. Если не осуществлять радиокоррекцию, то самолету, обстреливаемому такой ракетой, в момент обнаружения облучения радаром, значит, кто-то навелся и, возможно, отстрелялся, достаточно резко изменить направление полета, чтобы ракета по памяти прилетела совсем не туда, где через 40-60 секунд подлетное время ЭН-120 с максимальной дальности окажется ее цель. Двусторонний канал связи, как и у любой ДР. Современный УР-воздух-воздух большой дальности, БРЛС-истребителя непрерывно осчисляет положение цели и транслирует поправки на борт выпущенной ракеты. Атакующему истребителю опасаться в этот момент уже нечего, у противника не остается времени, чтобы запеленговать работу БРЛС и предпринять ответные меры. Атака началась, подлетное время ракет 40-60 секунд. После чего БРЛС-истребителя можно опять выключать. О результатах боя пилоту расскажут операторы с летящего позади АВАКСа. Ее головка самонаведения захватывает цель только на расстоянии 15-20 километров. А может быть, и не захватывает. Существуют обоснованные сомнения в эффективности Арксен современных ракет против малозаметных стелс-самолетов. Миниатюрный радар в носовой части ракеты с трудом различает даже обычные истребители. ЭПР-3.10 метров, на расстоянии в пару десятков километров.